Попыт привет! И сегодня у нас немножко математики с прекрасной детской игрушкой Попыт. Смотрите, что это такое. Это набор пупырок, 6 рядов по 6 пупырок, которые можно чпокать. И я предлагаю вам математическую игру, в которую вы можете обыгрывать своих родителей, одноклассников, детей, внуков, кого угодно. Значит, игра простая. Играют двое, делают ходы по очереди, можно чпокать пупырки в одном ряду. Заход можно только в одном ряду что-нибудь сделать. От 1 до 5 стоящих в ряд. Например, можно вот так вот взять и чпокнуть 3 пупырочки. Тогда в этом ряду уже следующий игрок, или вы потом когда-нибудь, сможете только сходить, чпокнув вот эту, или вот эту, или две сразу. Помним, от 1 до 5 можно, или вот эту. Можно чпокнуть, например, и вот так, и тогда тут много разных ходов останется. А можно чпокнуть сразу все 5, и тогда тут останется только один ход в этом ряду. Примерно так. И сделавший последний ход, проигрывает. То есть тот, кто остался без ходов, тот выиграл. Ну что ж, такая простая игра. Давайте немножечко ее поисследуем. У нас будут хорошие и плохие позиции. Это такой стандартный подход из теории игр. И давайте немножко разбираться с конца. Понятно, что для 6 на 6 сложно. А с простыми позициями просто. Вот у нас осталась одна пупырка. Ты ее чпокаешь, и ты проиграл. Поэтому это плохая позиция. Плохая. Давайте дальше идти увеличивать количество этих пупырочек и разбираться с каждой ситуацией по отдельности. Если у нас две в рядочек. Ну, очевидно, если наш ход. Мы можем чпокнуть обе, но тогда мы проиграем. А если мы чпокнем только одну, мы оставим противнику плохую позицию, и он в ней проиграет, мы знаем. Значит, эта позиция хорошая. Если у нас две пупырочки в двух разных рядах. Ну, то же самое. Одну из них мы чпокнем, одна останется противнику. У него будет плохо, значит, нам это хорошо. Что еще? Дальше давайте увеличивать количество. Понятно, что каждый раз, когда мы что-то чпокаем, мы уменьшаем количество пупырок нечпокнутых в нашем попытике. Поэтому, если мы просто все возможные состояния упорядочим по количеству нечпокнутых пупырок, то, в принципе, мы можем так вот потихонечку списочек хороших и плохих позиции составить и прийти к 6 на 6 тоже когда-нибудь. Значит, что там у нас дальше? Ну, например, такие три. Здесь легко понять, что если мы чпокаем две и только две, то мы сведем противнику в плохую. Иначе мы сведем ему в хорошую, и он у нас выиграет. Но ход, который сводит в плохую, есть. Значит, это тоже хорошая позиция. Сюда же идут все, в которых даже может быть много этих попытин. А, давайте мы сначала, мы же не рассмотрели, просто длинный рядочек. Смотрите, сколько бы их ни было от одной до пяти, если мы попаем так, чтобы осталась ровно одна, а остальное все мы чпокнули, то все, противник получает плохую позицию, и это у нас все хорошее. От одной даже до шести. Так, едем дальше. Пора теперь уже длинные ряды всякие рассматривать. Давайте мы рассмотрим вот такую штукенцию. Коротенькую мы рассмотрели, длинненькие всякие просматривали. Что здесь? Если мы чпокнем одну, вот эту пупырку, то соперник чпокнет вот эти две и оставит нас с плохой позиции, мы проиграем. Если мы чпокнем две, он чпокнет одну и опять оставит нас с плохой позиции, мы опять проиграем. И нет хода, который оставляет противнику плохую позицию. Значит, это плохая. Увы, так бывает. Соответственно, зато любая ситуация, в которой у нас есть длинный рядик и две внизу, это сразу хорошее, потому что мы можем ее сразу одним ходом, оба-на, вот так вот обрубив, оставив здесь одну пупырочку, свести в плохую противнику, то есть для нас это хорошо. Ну и чтобы не списывать всю доску хорошими и плохими позициями, их довольно много, давайте сформулируем некоторое правило, секретное, руководствуясь которым вы сможете обыгрывать своих одноклассников, родителей, бабушек, дедушек и так далее. Ну и, соответственно, детей и внуков тоже. Главное, чтобы вы это знали, а соперник нет. Назовем такую штуку, сначала мы, да, назовем попсуммой. Следующую штуку. Запишем про каждый ряд его двоичное представление. Вот, например, здесь две пупырки, две пупырки. Это 10 и 10. И побитого их сложим. Все единицы двоичные сложим между собой, получится нолик. И все единички побитого сложим, но без переноса разрядов. Нам не нужны там сотни, нам неинтересно. Здесь тоже нолик. Вот эта процедура, когда мы все выписали, посчитали побитые суммы, мы назовем попсуммой. И тезис в том, что плохим позициям соответствует нулевая попсумма. ПС равно нулю. ПС равно нулю. А хорошим соответствует не нулевая. Здесь, например, попсумма 10. Так, сейчас. Нам нужно... Да. Здесь на самом деле один. Но это потому, что нам уже его и взять придется. Наша задача сводить всю ситуацию к попсумме нулевой. Нулевой. Либо к нечетному количеству рядов из единичек. Ну, не обязательно рядов. Мы помним, да, поскольку нельзя не сплошные. Вот если, например, у нас чпокнуто вот это, чпокнуто вот это, чпокнуто вот это. Это три ряда по одному. Потому что мы помним, только непрерывные кусочки можно чпокать. Это три ряда по одному. Нам нужно нечетное количество одиночек или нулевая попсумма. И, кстати, проверим. У нас исходный попит 6 на 6, да? Он раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это значит 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Так 6 раз. Легко видеть, что попсумма здесь тоже равна нулю. То есть в этой игре начинающий проигрывает. Какой бы он ни сделал ход, у его соперника найдется ход, который вернет попсумму равную нулю. Следите за попсуммой на попытике. И это приведет вас к победе в этой странной игре. Всем спасибо. Играйте в попыт.